Русские новости 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 А если не удастся, если мы будем дальше отступать, то нам не удастся сохранить и Российскую Федерацию, потому что от Федерации уже тоже практически ничего не осталось. Нет, ее границы открыты, собственность разграблена, все здесь принадлежит иностранцам и разнообразному варью, изменникам, то есть уже людям, которые не ориентированы на ценности национально-государственные. Вот мы и живем в обстановке, когда самое главное остается в стороне от информационных каналов и информационные потоки, наполненные всякого рода грязью, мутью, и у людей в голове эта муть оседает. И катастрофа состоит еще и в том, что люди перестали воспринимать достоверную информацию, чувствовать, где она достоверна, где ложь, где приукрашивание. Просто видеть в персонажах, которые пытаются что-то донести, прохиндеев, мошенников и так далее. Ну вот такое лицо российской политики, это Жириновский, ну ведь верят ему, говорят, как он правильно сказал. А что, вы не видите, что это мошенник, что ли? Ну тогда вы и в Путине с трудом различите мошенник. Ну посмотрите, как и что говорит Путин. Я вижу, что это мошенник. Ну то, что Жириновский мошенник, ну я не знаю, наверное 99% согласятся с этим, но почему-то этого мошенника считают достойным российской политики, в то время как он является ее позором. Ну точно так же, как и Путин, позор российской политики, потому что это уже не политика, это беспрерывная сдача национально-государственных интересов. Информацию, конечно, надо искать, надо ее распространять и фундаментальные вопросы надо пытаться делать некой основой, базисом для того, чтобы правильно понимать информацию. К сожалению, у нас сейчас вошло в жизни и утвердилось в жизни, как хозяева этой жизни, как люди так, по крайней мере считают, что они вправе распоряжаться общественным мнением. То есть, что их мнение является ключевым и должно стать общераспространенным. Между тем, это поколение абсолютных невежд, абсолютных невежд, у которых в голове зацепились только формулы из советских учебников. Вот Путин это такой человек, но у него путь был несколько подлиннее, но ведь он тоже в 40-летнем возрасте, можно сказать, соучаствовал в захвате власти, в насильственном удержании власти, когда ему Ельцин со своего плеча мантию вот этого правителя России передал. Это был захват власти, вряд ли кто-то будет с этим спорить, хотя будет говорить, да вот, на выборах, ничего не было, никаких выборов. Был очередной захват власти, передача власти без закона, даже того закона нелепого, который был в то время, не было никакой законной передачи власти. Ну вот в таком возрасте абсолютно невежда, во всех вопросах, вообще у него нет профессии, никакой профессии, никакого представления о том, что такое Россия. Он никогда нигде не работал, ну не работал, он служил, служил и выполнял то, что ему приказывали. Профессии у него нет. И вот такие люди без профессии, без мозгов, без образования сейчас, где-то от 40 до 60 лет, вот примерно возраст Путина и моложе. Вот эти люди сейчас начинают высказывать суждения, суждения об общественной жизни, о перспективах страны. К сожалению, подавляющее большинство мнений этих людей является абсолютно некомпетентным и лишь повторяют самые примитивные догматы из того, что у них когда-то зацепилось за мозги. А зацепилось за мозги либо в рамках советского образования, это советский учебник и оттуда формулы, которые то и дело выскакивают изо рта Путина, потому что больше ничего в мозгах нет, декабристы разбудили Герцена, вот это представление о русской истории. И Николай Кровавый это представление о последнем русском государе. Отсюда и Матильда, отсюда и вот эти Матильдоиды, которые со своим извращенным представлением о том, что такое хорошо и что такое плохо, начинают навязывать всему обществу то, что они считают правильным. Вот постельные сцены для персонажа, которого они называют, порно-актера называют, это образ Николая Второго, вот это для них норма. Ну про своих батюшку с матушкой снимите, снимите фильм, такой домашнее порно про них снимите и покажите на всю страну, как это вам. Вот для нас, для русских православных людей, для нормальных людей, которые сохранили свою русскость, это распоследняя мерзость. То есть если вы за эту распоследнюю мерзость, ну значит вы естественно на стороне олигархического режима, который стремится уничтожить и русские мозги, и русскую волю, и русскую душу. Поэтому с вами не может быть вообще ничего общего, мы только на одном языке говорим, но мыслим совершенно по-разному, поэтому мы принадлежим к разным народам. Для меня вы вот эти метильдоиды просто не русские, не Русь, вы Русь, были русскими, перестали ими быть. Если вы за это, то значит мы вот против этого, и нам не сойтись никогда, нам не надо уже больше разбирать какие-то экономические, идеологические вопросы. Мы по морально-нравственным нормам с вами расходимся самым кардинальным и радикальным образом. Поэтому я лично с такими людьми ни о чем разговаривать не хочу, не хочу выслушивать ни их вопросы, ни их доводы. Мне нечего слушать, если человек абсолютно аморален, а для меня аморализм, это вот воплощение этого аморализма, это путинский проект Матильда. Значит вы все такие вот Матильды, вы Матильдоиды, я с вами ничего общего не имею. Есть ли какая-то информация, которую мы действительно должны совместно распространять и как-то опираться на информационный поток о самом главном? Что самое главное для нас в целом, мы можем конечно поговорить и на морально-нравственные темы, это очень важно и на темы духовные, но это больше все-таки профессионалы в этом вопросе должны быть те, кто жизнь этому посвящает. Священники, монахи, богословы, это их поле деятельности, хотя поскольку они тоже не выполняют свои функции, приходится все время возвращаться к этому вопросу и многим из тех, кто занимается другими профессиями. А в общественно-политической части у нас главное это состояние русского движения и процесс слома нынешнего олигархического режима, который запущен и который должен быть доведен до конца, если не будет сорван. В 20 веке дважды сломали построенное уже в основном построенное социальное государство в 17-м году и в 91-м году. Сейчас социальное государство добивается, его Путин продолжает растаптывать, ликвидировать и ежели он снова захватит власть и объявит себя президентом, его объявят фактически силовые структуры, потому что если бы их не было, то наверное вытащили бы эту тварь из Кремля за шкирку и просто где-нибудь бы прикончили. Будет насильственный захват власти и если мы спокойно это встретим, если мы не будем отторгать этот режим просто всеми фибрами своей души, то социальное государство будет растоптано вот уже сейчас в 18-м году. Какие могут быть медицина, здравоохранение, образование, наука, это все не нужно этому режиму. Этот режим стремится к тому, чтобы обогатиться, поэтому уменьшить траты на все социальные нужды, на все, что делает государство социальным. Им даже люди не нужны, не нужны люди им, не нужны новые рабочие места, не нужны предприятия, потому что здесь и так хватает инструментов, чтобы все разворовать. Вот то, что есть разворовать, это еще несколько триллионов долларов они вывезут из страны и где-то вложат в иностранные предприятия, где и какие-нибудь там кафешечки, ресторанчики, гостиницы, им этого достаточно. А здесь они только нефть добывают, здесь страна пребывания у них, а родина у них там, за рубежом. Я имею в виду и Путин, и все его окружение, и так называемых олигархов, которых почему-то не презирают, а так вот им завидуют. А я бы на их месте, я бы развернулся. Вот это мысль подонка, мысль завиданного раба, который хочет стать таким, как его хозяин. Вот надо не хотеть быть такими, как они, потому что это абсолютно мерзостные существа. Не надо быть такими. Для нас главное в общественно-политической жизни это контрэлитная деятельность, формирование контрэлиты, формирование взглядов, которые абсолютно во всем альтернативны, то есть абсолютно неприемлемы для этой власти, а нам эта власть абсолютно неприемлема. Это формирование контрэлиты, контрэлитных воззрений, которые распространены очень широко, потому что в головы порабощенного населения уже не вбить ничего. Там вот этот информационный мусор, потому что глаза раскрыты, уши раскрыты, туда заливают и заливают вот этот мусор. Это средство порабощения народа. Если вы способны отвести свой взор от телеящика, перестать слушать глупости, которые говорит Путин, он кроме глупости не говорит больше ничего, и его присны, они еще глупее. Ну, он таких подбирает. Тупой еще тупее. По этому принципу ведется кадровая политика. Тогда вы можете обратиться к истинному русскому мировоззрению. Для этого надо читать книжки, для этого надо общаться с носителями русского мировоззрения, и тогда все будет в порядке. Но что делать вот в текущей ситуации, потому что, ну, можно сказать, вот последний шанс, когда мы можем развернуть страну от пропасти. Последний шанс – это русское национальное правительство. Я вспоминаю 2012 год, когда на совещании националистических организаций, или, если точнее говорить, русских национальных организаций, когда так вот считали, что тогда существует некий круг, я сказал, что это ключевая задача, и услышал в ответ такое совсем не русское хихиканье. И эта идея была абсолютно отвергнута, и как бы мы ни замышляли ее, мы не могли в нашей партии, в рамках партии «Великая Россия» ее решить. И вот в рамках коалиции «Русский национальный фронт» и в рамках совещательного органа совещания национально-патриотических сил, постоянно действующее совещание, мы приступили к этой деятельности, и она, кажется, началась. Кажется, началось формирование национального правительства, еще не вполне националистического, потому что люди там разные, в том числе из разных эпох, и мы вынуждены их привлекать и просить их войти в проект, как носителей профессионального умения и профессиональных знаний. Началось формирование альтернативного правительства. Когда нас спрашивают, ну а вы-то что предлагаете? Мы готовы, конечно, изложить в виде программ, документов, каких-то воззваний, но люди всего этого не читают. На самом деле в вопросе «а вы-то что предлагаете?» содержится требование некой альтернативы в качестве правительства. Кто будет править Россией? На каких принципах эти люди, конечно, договорятся и сообщат? Вот когда мы собираем теневое правительство, которое называем народные лидеры на всех уровнях, не только на самом высоком правительственном уровне, мы предлагаем такую альтернативу. Не в виде программ, а в виде личностей, которые являются носителями знаний и умений, которые способны управлять Россией. Потому что кажется многим, ну как там в правительстве сидят, ну они же уже столько лет сидят, они же не могли не научиться. Они не учились, они абсолютно не профессионалы. Вот например, там какой-нибудь Шувалов, или какой-нибудь Дворкович, или какой-нибудь там Герман Греф, вот это вот кубло, которое сформировалось вокруг Путина. Вот такие персонажи. Вы думаете, они что-то умеют? Или вот сейчас какие-то там молоденькие министры их назначают? Вы думаете, что они умеют управлять? У них огромный штат, огромный аппарат, но они им не управляют. Им главная задача это обеспечить свое собственное безбедное существование, своей семьи, своих субподрядчиков, которые потом будут долго благодарны и будут, как говорится, отстегивать от своих доходов. Они занимаются только этим и ничем другим. А кто будет управлять Россией? То есть в интересах всего общества в целом, в интересах перспектив, которые надо закладывать в управленческий момент, кто будет этим заниматься? Мы говорим, мы знаем кто, мы пытаемся приглашать этих людей и около двух десятков людей дали согласие. Это не люди с улицы, которые, знаете, собрались вот так вот, как в 2012 году русские националисты собрались, они почему хихикать начали? Но они прекрасно понимали, каждый из этих людей, который представлял ту или иную организацию, прекрасно понимали, что они-то ни в какое правительство не войдут, потому что они просто не имеют ни знаний, ни умений, ни опыта, ничего, ничего не имеют из того, что можно было бы применить именно для управления страной. Поэтому они хихикали, это не их была задача. Их задача была какой-то вот мелкий гешефт, его добиться, оттоптать себе какую-то полянку в политике, чтобы туда какие-то инвестиции шли. И этого им было достаточно, то есть это была такая задача, скажем так, эгоистическая. То есть те люди в глубине души-то истинные либералы, эгоисты, а вовсе не люди с национальным мировоззрением. Это у них просто средство к существованию, средство заработка. Именно поэтому они с такой энергией набросились на партию «Великая Россия», которая им была как бельмо на глазу, мы же, оказывается, мешали им зарабатывать то, что они считали уже своим. То есть они уже переключили на себя определенный финансовый поток, а тут кто-то пришел и начал говорить о том, что у нас совсем другие задачи. Нет, у них-то были эти задачи, поэтому их хозяева им сказали, что надо разбираться с этими. Вот они тут вклинились в национальное движение, начали проявлять активность. Вот когда они молчали, были хорошие, вот сейчас стали плохими. И тогда вот эта истерия нацдемов, нацсосов и всякой прочей нечисти, мы испытывали на себе более чем полугода информационную кампанию, которую ввели не либералы, не социалисты, не какие-нибудь там путинские средства массовой информации, а те, кто заявляли о том, что они русские националисты. Ну, стало ясно, что это никакие не националисты. А русское национальное движение подменено вот этими шавками, которые преследуют свои частные цели. Ну, вот мы пришли к тому, что действительно от русского движения мало чего осталось. И чтобы вновь русское движение собрать, нужно предпринять немало усилий. Ведь из русского движения, можно сказать, изгнали весь интеллект. Почему? Потому что если интеллект присутствует рядом с вот этими людьми, которые не ставят себе никаких высоких целей, не ставят цели спасения России, избавления от олигархии и построения русского национального государства, ну, тогда это действительно подмена. И если интеллект об этой подмене знает, а он наверняка это увидит, как только сблизится с вот этими нацдемами и нацсосами, тогда все, тогда интеллект разоблачит их в деструктивную деятельность. Ну, что, собственно, и начало происходить. И вот они, наконец, сдулись. Они сдулись, но от русского движения это вот ядро осталось почти неощутимое. И где русские национальные организации? Они должны вот сейчас вырасти, вот сейчас прямо у нас на глазах. И люди социально активные должны этим заниматься. Пока этой активности мы не видим, пока мы видим такой вот разброд, который начался с 99-го года, когда, казалось бы, сложились уже такие группы, группы мировоззрений, но они оказались очень неустойчивыми. Ну, прежде всего, та группа, на которую мы, русские националисты, пытались опираться. На тех, кто видел вот этот общий интерес. Общий интерес, который надо было называть национальным интересом. И социалистов-то было немного, и коммунистов немного. Но пришел Пукин и развалил, можно сказать, патриотическое движение тем, что сам себя объявил патриотом, а потом даже и националистом себя объявил. Да он и либерал, и социалист, и националист, он все в одном ключе. И вот эта новая пропагандистская волна, как-то, видимо, угадали, что все, вот сейчас националисты ведь придут к власти. Вот сейчас Ельцин рухнет, и на его костях, из его костей вырастет русское движение, русское национальное государство, и еще элита интеллектуальная была. Все это могло вот сейчас произойти. И они угадали этот момент. И вот от такого щелчка социум был мировоззренчески разрушен. Он снова пришел в состояние хаоса, как в ситуации, можно сказать, где-то середины 90-х годов, когда никто не знал, куда же страна должна идти, кто должен править, кто должен управлять страной. И вот Путин и путинисты этим воспользовались. Это был проект спецслужб, я думаю, что просчитан был этот момент, потому что еще пару лет бы Ельцин правил, и все. Если бы он еще раз переизбрался, опять фальсифицируя выборы, произошло бы то, к чему мы подошли только сейчас. Полное неприятие всем обществом, всей власти. Полное разделение вот такой пропастью, которая пролегла бы. И решили закамуфлировать эту пропасть, решили объявить Путина патриотом, и даже в какой-то мере националистом, но он же разгромил чеченские банды, ну и тут же передал власть в течне другим бандам. Он же вроде бы как в Мюнхенской речке, несколько позже возникло, так он жестко с этими поговорил, но он явно не западник. Да он явный западник, он просто играл такую роль. Эту роль он сыграл. Теперь обман скрылся, ну по крайней мере для тех, кто в состоянии вообще хоть какой-то обман различать. Это обман очевиден. Никакой он не националист, никакой он не патриот, никакой он не антизападник. Это абсолютная марионетка Запада, которая разрушает Россию, и за счет этого продолжает свое существование. Ну перевезли 5 триллионов долларов, переместили, ну вот всего совокупного богатства, перенестили на Запад. Естественно, что он продолжает прекрасно жить, и за счет вот этих инвестиций так называемых. А наша страна обнищала действительно состояние уже на уровне самых отсталых африканских стран. И только такой антураж нам создают, что, мол, мы все еще неплохо живем. Ну так неплохо, как мы живем, так и в экваториальной Африке там полуголые вот эти вот племена живут. Ну у нас похолоднее, поэтому приходится все-таки давать некоторую возможность людям жить в тепле и одевать теплую одежду. Все, а кормить уже не надо. Зачем? Как вот был такой анекдот из моего прошлого, когда в воинской части, где у нас был полигон испытательный, была конюшня, и там уличили прапорщика, который должен был ухаживать за лошадьми, в том, что он их перестал кормить. А его ответ был наивно-глупым. Так они же гадить будут. Ну вот в том смысле, зачем же их кормить, они же гадить будут. Вот примерно такое же отношение у олигархи к нашему народу. Ну от народа они кроме как гадить, они ничего другого и не ожидают. Ну может быть некоторые люди это и оправдывают, предназначение. То есть они другого ничего не умеют. Если бы мы умели в массовом масштабе что-то иное, наверное бы мы не потерпели таких прапорщиков у власти, все-таки поставили бы других. Проект «Народный лидер» и предназначен для того, чтобы люди активные вышли на передний край, на линию огня, и заявили, что мы можем управлять государством, мы будем управлять государством. Взамен вот той шайке, которая его только грабит, и об управлении не имеет ни малейшего представления. И поэтому Путин нанимает в министры и в прочие чиновники, в губернаторы только тех людей, которые не способны управлять. Только таких. У них другие цели, другие задачи. Народный лидер, да, будут самые разнородные, с точки зрения созданного общественно-политического образа, люди. Разнородные. Мы не можем собрать однородных, потому что вот действительно те внедренные агенты в русское движение, они распугали всех. Они не позволили сформироваться русской национальной элите, которая бы могла хотя бы собираться за круглым столом и что-то обсуждать. Вот нет такой элиты, нет тех, кто способен собираться и обсуждать, или же мы начинаем обсуждать что-то, начиная с уровня понимания, уровня знания начала 90-х годов. Я это вижу постоянно, и в том числе и общественные объединения возникают на вот такой рыхлой базе с отсталостью на 20 лет. Но у нас и правительственные чиновники самые более или менее разумные решения принимают только когда уже петух не только клюнул в одно место, но уже и сдох этот петух, они уже забыли про этого петуха, потом вспоминают, у них как до головы динозавра импульс доходит, и они что-то там начинают делать. Кричат в уши, говорят, что вы делаете, дураки, идиоты, так нельзя, так нельзя. И они лет через 10 наконец прозревают, говорят, да-да-да, вот мы тут придумали кое-что, они уже забыли, что им говорили, так нельзя, и они придумывают то, что уже давно придумано. К сожалению, и в общественной жизни тоже придумывают то, что уже сто раз придумывали, и то, что уже сто раз провалилось. Вот как человек, который с конца 80-х годов общественной и политической деятельностью занимается, я все это наблюдаю и сейчас с большим прискорбием, поэтому пытаюсь что-то посоветовать, но, к сожалению, на чужих ошибках люди предпочитают не учиться, хотят совершать свои. Ну, может быть, мы еще успеем, может быть, мы еще успеем, но главное для нас это успеть заместить нынешний правительственный абсурд чем-то разумным, чем-то, что действительно будет спасительным для России. Спасительным, если это откровенно называть, будет русское национальное государство. Если будет что-то другое, там, просто давайте построим просто социальное государство. Не может быть такого, не может быть такого. Если социальное государство не национально, оно плодит паразитов, а у людей активных вызывает желание все это дело побыстрее сломать. Вот социальное государство такого типа построили в Советском Союзе. Это была гнилушка, гнилушка изнутри, потому что мировоззренческие это государство было абсолютно несостоятельно, несостоятельно. Поэтому оно и рухнуло без сопротивления. Это вот в Российской империи нашлось достаточно тех людей, которые несколько лет воевали в страшной войне против пришедших к власти большевиков. А здесь никто не воевал. Здесь все капитулировали, все побежали в какие-нибудь там МММ, властелина и так далее, обогащаться. Пытались обогатиться, но оказались все рабами. Обогатились единицы, именно те, кто и был запланирован к обогащению. Вот так, чтобы кто-то обогатился буквально с нуля, но это действительно единицы. Действительно единицы. Ну, кому повезло, кого не затоптали, кого не разграбили, не убили нанятыми киллерами, которых и сейчас вполне достаточно, а тогда уж их было просто море. Вот такая ситуация. То есть нужно действительно социальное, государственное, но одновременно и национальное, которое преследует национальный интерес. Прежде всего, интерес русского национального большинства. Интересы всех остальных народов, естественно, к нему примыкают. Кто заодно с русским народом, тот к нему примыкает, тот разделяет подавляющее большинство ориентиров русского народа. И тому русское большинство, естественно, позволяет развиваться, существовать под покровительством русского народа. Но все-таки в рамках русской национально-государственной культуры, русской политики, под защитой русской армии, все должно быть русским. Все то, что касается государства, должно быть русским. А то, что касается общества, может быть не русским, но не антирусским. Вот здесь должен жестко действовать закон. Сейчас все перевернуто вверх тормашками. Сейчас у нас русское большинство является угнетенным, а разные национальные корпорации или национальные группировки, преступные группировки, созданные по этническому принципу, властвуют. Они и в криминале получают какие-то дополнительные возможности, поскольку к ним очень нежно относится правоохранительная система. Они в органах власти создают группировки, которые тоже получают какие-то дополнительные полномочия. И территории отдаются в руки вот этих группировок. А русских нет, русской корпорации нет. Вот она должна сформироваться, должны русские предприниматели, русские чиновники на государственной службе, русские губернаторы, русские политики. Все это должно как-то сформироваться в нечто единое. Но должен запуститься политический процесс. Вот он с помощью проекта «Народные лидеры» и начинает формироваться. Там и будет видно, кто на что способен. Человек, который вошел в проект, а потом из него выпрыгнул, ну понятно, что это будет за человек. Я думаю, что таких будет немало, которые отстегнутся и все проклянут и еще сделают какое-нибудь хамское заявление. Но мы должны формировать русскую национальную элиту и вот начать хотя бы с первого шага с формирования группы народных лидеров, которые могут, реально могут взять на себя полномочия правительства. И ну представим себе, что рухнет этот режим. Кто будет управлять? Ну там кого-нибудь найдем. Вот мы и находим, вот мы и нашли этих людей. И начинаем по очереди объявлять о том, что вот эти есть и эти. И в конце октября мы должны представить полный список, не окончательный, первичный список того правительства, который может заместить ныне действующее. И мы должны к этому дальше стремиться. Вот есть состав правительства, мы должны провести этот состав во власть. Не в какие-то там депутаты. Депутаты никому не нужны. Вообще можно спокойно Думу там все эти так называемые законотворческие органы закрыть и ведь ничего не изменится. Вы прекрасно понимаете, что ничего не изменится. Вопрос в верховной власти. Кто будет президентом, кто будет в правительстве? Премьер и министр. Вот это ключевой вопрос. Из того состава команды, которая войдет в эту группу народные лидеры, один, два, три кандидата в президенты будет найти несложно. Для меня уже даже очевидно, кто может претендовать на эту роль. Себя я в этой роли не вижу, потому что не вижу понимания, которое естественно должно возникнуть. Но пока еще русское мировоззрение не является доминирующим в общественной среде. Поэтому для меня много тех, кто приходит, вроде бы как и поначалу понимает то, что я говорю, а потом говорит, а, ой, оказывается, вот вы, ой, ужас какой, вы, оказывается, черную фуражку носили. И все, у человека отключаются мозги, черная фуражка, черная шинель для него это нечто отпугивающее, хотя он может те же шинели и фуражки видеть на улице. Хоть каждый день, если там где-нибудь по центру поболтается, то он наверняка увидит. Но вот здесь как-то это ужасно. Попытка найти русский национальный стиль это вот ужас. Сейчас очередная либеральная клевета на нас, что вот мы приняли на вооружение форму, похожую на форму СС. Но это полное вранье, то есть люди не знают ни что такое СС, ни что такое форма, ни что такое форма СС, ни что такое русский национальный военный костюм. Или форма военная, что такое стиль русской военной формы. Но это въелось в мозги, это аргумент, это считается аргументом. Но раз это аргумент, тогда у меня с таким человеком заканчиваются всякие отношения, говорить уж больше не о чем. Для того, чтобы участвовать в русском движении, должен быть ясный образ России 21 века. Ясный образ, из чего он может сложиться. Просто где-то на помойке идей, которые нам постоянно подбрасывают через средства массовой информации, или через учебники, или через разговоры с недоумками, а их сейчас очень много, таких инициативных недоумков. Не сложится образ, не сложится этот образ. Прежде всего он складывается из того, на что Россия 21 века должна быть похожа. На СССР, как я уже сказал, СССР это была гнилушка. Да, фасад был оформлен вот этими кумачом, всякими такими ходульными лозунгами и ходульными образами. Были, конечно, в Советском Союзе, жили же русские люди, жили русские творцы, да. Поэтому страна и развивалась, поэтому страна, как я тут сказал в одной передаче, в 1917 году ее подсекли, и колосс упал на колени, но при этом остался все-таки выше всех многих других. Если не всех, то многих других. И в каком-то отношении выше, в каком-то ниже. Вот в размахе государственного могущества, да, Советский Союз вышел на второе место в мире, и все время говорят, ну вот тут второе место Российской империи было там четвертое-пятое. Рост или не рост? Ну, если Исполин был такого роста, что вот все остальные оказались ниже, ну, понятно, да, вот он вырастал дальше, поднимался Исполином, дальше этого Исполина подсекли. Но по всем остальным параметрам, которые касались общественной жизни, науки, культуры и так далее, это же была деградация, деградация. Кто-то, да, русские творцы оставались, ну, их же затаптывали, оставляли тех, кто более или менее придемлем. И то все равно прорастал русский талант и в живописи, и в литературе, и в науке. Прорастал русский талант. Ну, тем и хорошо, государство, хоть какое-то государство, что все-таки в нем хоть какие-то таланты прорастают. Сейчас РФ это не государство, поэтому никакие таланты нигде не нужны, не нужны, потому что они не приносят доход. А вот тот доход, который не считается в деньгах, он все-таки в социальном государстве присутствует. Поэтому в этом смысле СССР, конечно, выше, чем РФ. Во всех отношениях. И в государственном могуществе тоже на порядок был выше. Но во всех остальных отношениях тоже был выше. Ну, во всех, я не знаю, в каких, может быть, ниже. Во всех отношениях. Но Российская империя во всех отношениях выше, чем Советский Союз. Поэтому если мы ориентируем свое мировоззрение на Российскую империю, мы и строим русское национальное государство. Потому что именно таковым и была Российская империя. Большевистский проект это 70 лет беспрерывных войн и революции, и беспрерывных глупостей так называемого волюнтаризма, сталинизма и черт знает еще чего. Глупости, геронтократии, то есть живого места нет в этой истории 70 лет правления большевиков. Чудовищный 20 век. Чудовищный, прежде всего, для русского народа. И 19 век это расцвет культуры, государственности, того же социального государства, которое развивалось бурно, и индустриализация, которая началась вовсе не при Сталине, а именно тогда усилиями русских государей. И даже атомный проект, как выясняется, начался именно тогда. Только большевики его затоптали, но они же, естественно, не изучали вопрос мироздания, это их вообще не касалось, это им было неинтересно. Им была интересна либо мировая революция, либо революция в локальном пространстве России, да хоть в отдельном городе, лишь бы была власть и ей упиваться. Вот такие властолюбцы и оказались, в конце концов, у власти. Тупые, необразованные люди, естественно, что атомный проект у нас оказался в забвении, а так бы у нас атомная бомба была задолго до того, как ее даже начал пытаться создать Гитлер. То есть вся история пошла бы иначе, если бы мы сохранились в рамках своих национально-государственных, культурных и всяких прочих традиций. Образ 19 века, высший пик российской государственности, российской общественности, российского и русского творчества во всех, во всех абсолютно без исключения сферах. Бурный рост и вот некий перегрев, который все сломал. Ну, потому что туда был впрыснут вирус, и энергия русского деятеля пошла не в ту сторону. Вот сейчас нас тоже пытаются точно так же повернуть не в ту сторону, либо к коммунистам, либо к социалистам, либо к кому угодно еще, лишь бы только не русский национальный проект, потому что они знают, что Россия снова начнет подниматься исполином. Вот это самое страшное. И поэтому мировоззренческие вирусы. Если вы русский, вы должны быть русским националистом, русским национал-консерватором, русским национал-монархистом. Без национального мировоззрения все остальные теряют всяческий смысл. Но если вы начинаете пристыковывать к национальному мировоззрению, социализм, коммунизм, либерализм, демократизм, все, это конец всему. Нацдемовщина, нацсосовщина, нацсоциализм, нацкоммунизм, все это абсолютно тупиковые проекты, предназначенные для того, чтобы столкнуть вас со стержневой дороги, с ключевой дороги, где русские национальные ценности, а соответственно и консерватизм во всем, консерватизм, касающийся не консервирования нынешнего состояния дел, а тех консервативных ценностей, которые выработались к концу XIX века, и они совершенно очевидны, и мы можем об этом говорить в отдельных каких-то передачах, посвященных идеологии. Только национал-консерватизм, национализм в консервативном виде, а не в каких-то новациях. А из этого вытекают монархические воззрения, то есть это не только монарх на троне, знаете, человек в короне и в мантии, какая-то архаика, что-то такое лубочное. Нет, это комплекс институтов, комплекс управленческих структур, которые создаются, и естественно, что есть и верховная власть. Мы еще ее, конечно, не заслужили, и даже разговор о том, что на завтра можно было бы создать монархическое государство, сейчас бессмысленен. Хотя, если принимать решение, то есть если бы я был хозяином земли русской и принимал бы решение, монархия была бы уже на завтра. Ну, в каком-то таком пока еще декоративном смысле, естественно, что вырастить монархию надо на же не на ровном месте, родиться не может еще после такого погрома. То есть должна произойти реформа, подобная той, которая произошла в Древнем Риме, которая перешел от республики к монархии через принципат, через имперскую форму правления, правление императорами. Это может произойти, мы видим, что масштабный государственный проект такого рода был, и наша история ничуть не мельче, чем история Древнего Рима. Поэтому мы можем тоже пройти по этому пути. Хотя это сейчас кажется фантастикой, но именно из кризиса и должно выйти что-то иное, какой-то иной национально-государственный проект. Вот проект русской империи, проект русской империи, это и есть образ нашего будущего. Но для того, чтобы стать империей, надо сначала поселить эту имперскую идею в своей собственной голове. Вот начнем с этого. Мировоззрение национальное, русское, никакого другого быть не может на территории России, и Россией, не может называться государством, если в нем правят люди, которые не обладают русским национальным мировоззрением. Поэтому РФ и это даже не государство. А правят просто проходимцы и тупицы. Мятеж подлецов и дураков. Вот то, что произошло на сломе коммунистической эпохи и в начале вот этой эпохи безбрежного либерализма и западничества, который мы и пожинаем. Ничего другого там у Путина в мозгах и у его окружения нет. Только коррупция и измена. И мы должны так к ним и относиться. Только коррупционеры и изменники. Если мы отторгнем их из своей души и скажем, что в них просто нет ничего русского и ничего, что вообще может быть полезно стране и государству, тогда слом произойдет. Потому что в пространстве ненависти не может существовать ни одна власть. Вот мы должны достаточно интенсивно ненавидеть эту власть. Чтобы по сути дела стать русскими, мы должны отторгнуть все, что связано с этой властью. Тогда мы становимся русскими националистами. Вот в этом смысле духовная революция должна произойти раньше, чем любой социальный переворот. Но и политические действия необходимы. Народные лидеры – это тот проект, который необходимо поддержать каждому русскому. Причем не просто поддержать. «А, ну я согласен». Это не поддержка. Поддержка действием, словом каким-то. Тем более, что сейчас слово много чего значит, когда вы находитесь в интернет-сети. Раздвиньте тот мусор, которым заполняют ваши страницы. Уберите его и сориентируйтесь на проект «Русские лидеры», «Русское национальное мировоззрение», «Русская культура», «Русская история», не искаженная большевистскими историографами, а подлинная русская история, русские образы, русская культура. Вот это должно быть ориентиром каждого здравого человека. Молодой ли это человек, или пожилой. Но надо выбросить весь идеологический мировоззренческий мусор, и тогда мы станем русскими людьми и добьемся победы. Это единственный путь. Русский национализм – единственное средство против олигархии, единственное средство против торжества чиновника над гражданином, торжества придурка над здравым смыслом. Давайте станем русскими людьми и будет у нас русское национальное государство.